А кажись мы с вами в Москве 90 лет назад, то увидели бы не город, а гигантскую строительную площадку. И главная стройка столицы тогда располагалась вот здесь, рядом с большим каменным мостом. Этот ЖК уже городская легенда, о которой сегодня все знают как дом на набережной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 19 века – обыденность жильца 20-21 столетия. Раньше здесь был лифт, и сюда, собственно, в эту нишу привозили еду, либо, наоборот, можно было сдать грязные вещи прямо на первый этаж. А ванная и туалет, они с одной стороны разделены, есть стена, но если вы посмотрите внимательно, стена не до конца сделана. То есть фактически можно пройти между ванной и туалетом. Для чего это было сделано? Я не знаю логику этой истории, но сейчас мои дети активно этим пользуются, пролазят туда-сюда. В свое время эти квартиры выдавали уже с мебелью. При заселении жильцы подписывали акт приемки, где значилось все – от унитазов до шпингалетов. Заменять, перекрашивать, перемещать запрещалась. Советская роскошь по строгим правилам. С одной стороны, все было здорово. Тут все и прачечная была, и детский сад свой, даже школа была. Вот если во двор спуститься, где детская площадка, там раньше был фонтан. Ну, то есть фактически такой город в городе, да, на острове, отстраненный. Но потом, когда началось такие исторические события 30-е и 40-е годы, то, объективно говоря, стали вывозить семьями на расстрел из этого дома. Вот так тут и жили, на острие ножа. Зато с горячим водоснабжением, которого тогда еще даже в Кремле не было. Четыре с лишним миллионам. Столько людей жило в столице к концу 30-х. За это десятилетие количество москвичей увеличилось вдвое. Если советская элита могла надеяться на персональную жилплощадь, то у простых горожан в 30-х в этом смысле перспективы были куда скромнее. Бараки с занавеской вместо стены в то время – дело обычное. Своя комната в коммуналке – предел желаний. Парадокс, но в период, когда не до излишеств, в Москве появляется вот такой дом. Его тут же прозвали ажурным. По задумке архитектора Андрея Бурова, такими изящными зданиями предполагалось застроить всю Москву. У нас с вами появляются крупные отдельные бетонные блоки. И обратите внимание, в ажурном доме каждый блок имеет свой декоративный элемент. Во-первых, блоки покрашены под мрамор, что нам добавляет дороговизны. А еще есть отдельные блоки с цветочными элементами. Снаружи будто реверанс модерну, а внутри – конструктивизму. Широкие лестничные пролеты и этажные коридоры, как городские улицы. Местные мальчишки быстро облюбовали их для игры в футбол, хотя предназначены они совсем для другого. Здесь разработаны достаточно маленькие квартиры. Для того, чтобы жителям было комфортно и что-то крупногабаритное не хранить у себя, они могут это выставлять на лестничную площадку. А, ну вот, велосипеды сейчас стоят? Это работает. Как тогда, так и сегодня. Да, коляски, велосипеды и так далее. А второе, так как все это должно было уходить в массовое строительство, Буров заботился о пожаробезопасности. И в данном случае, чем шире коридоры, чем больше лестницы, проще эвакуироваться. Правда, ажурный дом так и остался единственным в своем роде. Великая Отечественная остановила массовое строительство подобных зданий. Кстати, тот же архитектор Буров в те же годы, что и ажурный дом, строит на Тверской вот это огромное здание с квартирами для сотрудников Наркомлеса. Аналог современного Министерства природных ресурсов. Еще одна фишка домов той поры. Внешне они должны были рассказывать о своих жильцах. Потому на фасаде изображений агрономов, лесорубов, древообработчиков или вот такие цветочки, листочки, но наркомзем все-таки. Причем выполнено это все в итальянской технике с граффита. Это когда наносится один слой штукатурки одного цвета, сверху еще один слой штукатурки уже другого цвета, а потом выстребается рисунок. А у этого дома, выстроенного на той же Тверской, тогда уже улице Горького, на излете 30-х, из украшений на крыше была огромная скульптура. Стояла она на угловой башенке Ротонде. Горожане тут же окрестили девушку серпом и молотом в руках балериной, а сам дом домом под юбкой. Ту скульптуру демонтировали больше полувека назад. Но жительница одной из квартир, Наталья Сергеевна, ее прекрасно помнит. Пятилетняя девочка, и она въехала сюда еще до войны. Здесь были лифты. Правда, в лифте можно было ездить только наверх, а вниз все ходили пешком. И если надо было кому-то спуститься, например, к нам бабушка в гости приезжала, надо было вызвать диспетчера, попросить разрешение, и диспетчер спускал тогда человека вниз. Были вот мусоропроводы. Это тоже считалось что-то особенное. В каждой квартире мусоропровод. В таких же условиях тут жили и маршал Конев, и скульптор Коненков. И все могли ходить друг к другу в гости по балконам. Вот это вот один переход, понимаете? И три подъезда, седьмой, восьмой и девятый, имеют выход на один и тот же вот этот переход. И все же квартиры в таких домах были по большей части для избранных. Были и остаются, как золотой фонд эпохи еще светлого советского будущего.